друзья всем привет после выхода одного из видео по моему про вопросы люди начали писать почему же нету выборов электричек почему нет выбора коммерческого транспорта и так и далее есть у нас заявки рено мастер l1 h2 l1 значит это длина транспортного средства он бывает короткий как нашем случае средние это l2 есть еще длинные это l3 высота это h1 это самый низенький h2 это средненький и h3 это самый высокий так вот нам надо короткий и средний по высоте порывшись на просторах интернета мы посмотрели кучу автомобилей оставили из них всем по моему всем автомобилей ну в общем не будем тянуть кота за гениталии первый к осмотру это h2 l1 средний по высоте и короткие по длине машина 2016 года стоимость этого автомобиля 13700 долларов и пробег по официальной версии двести девятнадцать тысяч окей едем его смотреть 18 февраля окраина киева или же въезд киев еврокар первый рено это тот который 13700 приехала машина с франции значит она где-то бар не сказали подкрашена только лишь какая-то дверь либо порог либо дверь но сейчас пока смотрим ну машину подготовили красивенькая чистенькая сиденье уже чуть-чуть надорвана я вижу сейчас покажу пройду по проему но зато типа чистая вот чуть-чуть надорвана но к этому мы вернемся чуть-чуть попозже кстати еще несмотря на то что холодина то здесь еще и не сильно по примерзали двери это говорит о том что она как минимум высохла после того как его загоняли с мойки впечатление машине ну такое неплохое кстати у нее довольно большая резина не так как мы иногда приезжаем там уже почти корд идет хлопцы у меня нового классно зиме резина там уже пипец там уже с ликами и и сложно назвать но тем не менее так 101 105 фонари у нее целые петли у нее не ржавые эх облезла буква т все сделка пропала это такой сархазм легкий так значит вот здесь вот подкрашена но это это под до самой листвой сами двери я не вижу следов окраски пока все целенькая нифига себе уютненький у нас в офисе ламинат выглядит более потертый от того что люди катаются на сиденьях то есть либо его вот только постелили либо здесь возили какие-то ткани или еще что-то хотя видно вот следы эксплуатации что это не только поставили видно вон затертость видно вот потеки легкие видно что она была зашкрябана видно что она покрашена вторично но состояние ламината я не знаю чего не постелили но очень прикольно поэтому парни на будущее стелите ламинат ламинат это классно эта дверь тоже не сильно подряпанная следов окраски я не вижу вот здесь вот снизу окрашена без грунта положили видать было просто поцарапано вот здесь вот переплыл есть вот здесь легкий на пол то есть изнутри она покрашена изнутри у нее есть легкие следы эксплуатации да и как бы не странно машина все-таки грузовичок так идем дальше замки кстати не замученные и я не скажу что они новые иногда бывает что ставят новые но здесь они реально прикольные то есть видно только вот следы от эксплуатации которые закрасили перекрасили а в общем-то где же это покрашенная дверь которую обещали новый толщиномер который быстро щелкает уже едет а то мне уже в комментариях подкалывают 21 век на дворе а ты ходишь еще со штукой которой уже лет семь или восемь да действительно парни тот толщиномер который мой это кстати не мой мой сейчас уже можно сказать дожил до своего финального завершения заказа новый едет с харькова сразу их там несколько штук некоторые парни тоже у нас решили обзавестись другими это ни в коем разе не реклама это просто констатация факта это грубо говоря для того чтобы не было нудным видео когда смотрим щелкаем как оно идет так ну и где-то вот здесь я думаю нет они вижу чтобы он был крашеный подкрашенный до крашеная нет крашеная точно нет кстати не сильно и запилена эта машина по стране с другими когда приезжает все тут затоптано вот здесь до мясо стерто педали аж до 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 металла вылизанные рассказывают она у нее 100000 здесь кстати чего не заявлено ты даже и не помню заявлено у нее 219 219 руль не ну в общем хороший я обещал людям не ругаться поэтому а почему обещал объясню почему мне мой сын сказал о том что на меня подписаны его одноклассники то есть ему уже 10 лет поэтому я пообещал что я больше ругаться не буду пытаясь держать обещание главное чтобы не было злых плохих эмоций по лакокрасочному он очень живой по лакокрасочному он классный сейчас я буду подключаться ну кстати не запиленный нормальной пыли нету часто бывает когда вот здесь вот очень жесткая эксплуатация здесь все залеплена пылью ну сейчас подключаемся читаем очень неплохо очень не ожидал я думал у нас утро начнется с трешника у нас они легкий трешничок машина за которой мы ехали в германию парни уже заехали в германии почти подъехали до мюнхена она пропадает продажи хотя люди знают что мы на нее едем звоним на телефон телефон 30 40 секунд ждет потом включается автоответчик звонков 7 и короче пипец там сто километров чем-то не доехали до этой машины люди уже не отвечает машина продана просто караул не неприятно это я к тому что начался не очень хорошо утро и я уже думал весь день сегодня будет такой что просто на перекос а тут нет ну сказать что жопа машине ну наверное нет а под капотом тут все помыто очень даже неплохо судя по всему да видно следы что ее замывали и замывали ее очень даже и неплохо но работает она так довольно ровненько довольно довольно даже очень приличный к посторонних звуков нету но пока читаем я думаю эта машина не подготовленная сильно к продаже то есть такое количество ошибок это скорее всего ну по опыту и практике я предполагаю что это все таки следы эксплуатации но сейчас дочитается то есть если они не активные то эту машину никто не чистил и большая доля вероятности есть того что мы получим действительно пробег в двести девятнадцать тысяч четыреста тридцать восемь километров как заявлено потому что состояние у нее ну очень на уровне если не следы на приборке от того что у нее что-то было установлено четыре дырочки контакты у нее прижимаются здесь запилена не сильно слегка уже пошла отслаиваться герметическая часть на этой двери из-за того что часто хлопают здесь ровненько хорошо здесь стояла вентиляция остатки от нее прикрутили на строительные саморезы я предполагаю что это уже не буду предполагать захейтят так в общем то в общем то целенькая нигде швы не расходятся машина машина везде ровная все абсолютно целенькая аж душа радуется блин день перестает быть томным мне уже крайне мере визуально все нравится если подозрение что придется золотой машины у них есть такая легкая эстакада забросанная снегом я говорю парни если машина ответная классная я сам расчищу с нею они улыбаются окей хорошо чистить будем другим тоже показывать сказано сделано сейчас мы дочитаем по двигателю возможно что-то будет еще не так по кузову по крайней мере на отличная везде все с перфорацией все ровненько так а что у нас с обслуживкой play bass win номером 56 35 это кстати даже и и лайба так пробеги восемнадцатом году замена масла так на французского техосмотра я здесь не вижу теперь все это аккуратно сложить и наверное она уже дочиталась вот эту штуку надо вы почистите но кстати и не просаженная но какую-то что здесь пролили но но не кефир как выглядит кефир я точно знаю однажды я в машине как-то лопнуло на меня я для заказчиков всегда видео стараюсь сделать полным максимально то есть да много нудно смотреть но тем не менее в этих осмотрах всегда что-то можно найти такое чего могу не заметить я поэтому вот всегда не редактированная версия от первого лица такая как она есть я всегда скидываю заказчиком эта информация она хранится по закрытым ссылкам она будет доступна всегда в любое время можно к ней обратиться это я все рассказываю для того чтобы было понимание почему я не снимаю местами там две-три фотографии и и все кстати еще до крыши не добрался 119 а йоп ай засыпалась ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй 125 подключаемся подключаемся и что-то пока она нифига не подключается а подключилась заводской стандартный номер инжектор так есть считывание кодом неисправности полетели цепь реле насоса низкого давления неактивная ошибка то есть это была проблема с насосом но сейчас она неактивна что в принципе подтверждает мою теорию вы громкое слово исполнил сначала с начальной школы о том что у машины и и не готовили так и теперь самое интереснее самое интересное вы чуть позже заходим в abs есть у нее три какие-то активные неактивные ошибки я сейчас их фотографирую электропитание частота датчика не активно но в общем все ошибки неактивные но я подозреваю что это была просадка аккумулятора и из-за этого она прошло то есть они есть но они неактивные идем дальше приборная панель 5 кодом неисправность честь датчик уровня масла слишком низкое напряжение неактивного отхватила это приборка тоже ошибок из-за того что был слишком слишком дохленький низенький аккумулятор зеркало право влево а вот люфт на рулевой рейке или же на тяге люфт уже люфт я уже чувствую нету в этой модели сведений о пробеге но также нету неисправности аккумулятор здесь упал до напряжения критического 9 и 4 ну здесь только вот по нижней части бампера есть такие легкие подертости ты такая молоденькая и уже прости господи на трассе е-мое блин куда катится этот свет из официального сервиса мы вытягиваем историю и в этой истории очень важные записи видно когда последний раз ремонтировался автомобиль и что самое важное на каком пробеге так вот на пробеге практически в 200 тысяч был произведен последний ремонт и это ремонт даже не ремонт а замена форсунок очень важный момент замена форсунок ну потому что запчасть дорогостоящая а их уже поменяли также там было видно что меняли масло фильтра колодки тормозные диски также есть записи о всяких мелких ремонтах в общем история плюс-минус у этого автомобиля она есть она подтвержденная но как говорится автомобиль 1 он хороший но у человека есть такая вот желание наверное что ли всегда взять что-то лучше потому как первый автомобиль он хорош но наверняка что то есть лучше и в этом всегда ну не всегда но очень часто есть побочный эффект побочный эффект в виде того что нормальная машина она быстро продается но тем не менее человек все равно хочет сравнить окей смотрим дальше вторая машина здесь же на этой же площадке на той же площадке второй рену мастер пока его парни откапывают я сейчас быстро пробегусь по покраске он кстати где-то подкрашенный под листвой парни говорят и заодно сейчас посмотрим 135 замерзает толщина мер на морозе не знаю сколько сейчас уже наверно потеплело градусов 9 нижняя часть крашена как обещали по запаху чувствуется катализатор здесь на месте катализатор у нее стоит совсем чуть-чуть парни пропустили видать когда его так а что у нас здесь пробега здесь 213 213 и больше подкрашенный но здесь вставок нет на уплотнителе то есть если на том есть вставочка разрезанная вот так чпуньк чпуньки вставленная с другого то вот здесь вот этот момент весь уплотнитель ее сидение треснутое руль такой же не 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 за 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 чухан и а это нолик вправо влево вверх вниз теперь то зеркало вверх вниз здесь уже он видно какое-то стороннее оборудование стояла какая-то малярная лента то есть вот ну этот хоть он и дороже на этот громче работает его подкруханивает где-то тут животные тут были то 13700 это 14500 а пробег у нее практически такой же на 5000 меньше но здесь мы имеем довольно громкий мотор и такая на состоянии чуть чуть похуже также у нее вон на приборке есть от радиостанции лет какого-то держателя какого-то прибора что-то было и плюс эта машина она окрашенная по низу но тем не менее плюс есть еще моменты по крылу вот здесь но я не вижу чтобы она отнималась то есть она целенькая ровненькая но какой-то такой легенький переплыл в одном месте до 165 есть вот эта штука так понимает а вы здесь уже за за закладываете до что в том что в этом полы были голые рифленый пол металлический поэтому мы селим потому что люди я уже грешным делом подумал что такой ламинат классный лучше чем у меня в офисе просто пипец хотел уже узнать что оно такое а тут оказывается все проще но это такой он более уставший дальше мы едем на окружную дорогу там тоже есть салону как салон площадка по продаже автобусов ну и только автобуса всякого коммерческого транспорта назовем это так машина выглядит по фотографиям классно едем осматриваем тем более у нее заявленный слегка меньший пробег окружная дорога киев поехали а и и окружная вот эта площадка наверное он парень который сейчас будет продавать нам этот автомобиль нужная добрались мы к этому реноульту пока он такой самый мрачный самый уставший вот они уже трещины повылазили чуть-чуть парни пытались клеить по салону но он типа почищенный но все равно какой-то такой зачуханный поцарапанный снаружи он вернее снаружи а внутри он такой весь более юзаный более эксплуатируемый нежели предыдущие ну такое грузили под потолок а шоу гумятины есть и на крыше тоже вон точно снег джорджа ржавенькие болты пошли ну такой такой слегка не ухоженный я бы его так но крашена у него вот эта сторона да здесь есть косметика вот эта дверь я бачу вот тут рухи и ё-моё вроде в ботинки пока не насыпается символически возле горшка имеем две задние двери три двери вернее а я я все уже в ботинках из список чуть не сказал снежок пошел стопы сейчас я вытрушусь 184 типа а такую же за шарпа и вот тут как и жили хорошо наши местные ну так помыет им видно легенькие соплят рулевой колонки а за запустите ову ласка и Продолжение следует... Так как третий автомобиль оказался самым мрачным, хотя и не самым дешевым, идем дальше. И тут же у них есть еще один автомобиль, хотя не тот, который мы выбрали в списке. Этот появился совсем недавно и в объявлениях я его не видел. Стоимость автомобиля 16200 долларов, но машина, визуально, по крайней мере, вот как я ее вижу, она действительно неплохая. Второй идет уже с крышей. Второй, который мы смотрим, он неплохой. Но по ценнику он такой... Если сравнивать... А сколько пробег у него я сейчас посмотрел, то я как-то заскочил сразу в эту будку. Сейчас я сразу... Ну такой, этот поярче. Здесь, наверное, какой-то толстый дядька на ней ездил, потому что тут... Оно непроваленное, оно по боковинам, ну такое, откровенно затертое. Это 182. Ну и такой... Такой, такой, такой... Такой, ну может быть. Так как эта машина очень оказалась тоже достойной внимания, назову это так, хотя и самой дорогой среди того списка, который мы смотрели, я на нее также вытянул историю из сервиса и там видно, где чего делалось, на каких пробегах. Так вот, в конце 2019 года на пробеге, по-моему, не по-моему, 162582 километра, там был последний ремонт. Так вот, в этом последнем ремонте делали... Меняли охлаждающую систему этого автомобиля, а в частности была замена радиатора, антифриза. Наверное, где-то напоролся, где-то ударил, где-то пробил. Также видно куча всякого ремонта, традиционно замена тормозных колодок, дисков, фильтров, масел. В общем, обычный ремонт. Также там была куча всякого мелкого текущего ремонта за историю этой жизни. Машина очень неплохая, но мы сейчас имеем на весах одну машину за 13700, вторую за 16 с хреном. Даже если у машины, которая стоит 13700, завтра стуканет мотор, эта машина все равно получится дешевле. Лестница на гору у него стоит. Ну, как минимум, он целый со всех сторон. Но в серединке он аккуратный, то есть это не тот, который там запененный или еще что-то. Но по замку, ну да, такой тоже не запиленный. Очень даже интересный, но 16200. Ну, правда, французского тихосмотра у нее только маленькая лейба от нее осталась, большого нету. Слегка треснутая фара, вдать камешек прилетел. Ну, как по мне, неплохой. Кузов у машины за 13700 просто отличнейший. Ходовая, не знаю, надо ехать смотреть. Коробка вроде бы тоже. Ну, то есть надо поехать посмотреть ее дальше. Сейчас мы все согласуем с заказчиком. Есть еще автомобили, но там, откровенно говоря, перекупы, поэтому мы не поедем смотреть. Во-первых, они такие быдловатые в разговоре. Типа, приезжай, смотри, подключаться не дадим. Что-то там еще правды не говорят. В общем, мутные типы, все как обычно. Так как мы любим на трешняках, но видео сегодня не про трешняк, а видео сегодня про нормально выбранный автомобиль. В общем, возвращаемся мы с окружной. Едем смотреть первый автомобиль. Пока он живой, пока он есть. Потому что по кузову он действительно замечательный. С левой стороны амортизатор 93% держит. Ну, то есть он практически новый. Но 200 тысяч это как-то очень хорошо. С другой стороны 94. Очень классная симметрия. Разброс больше 10% это реально уже плохо. Здесь 1%. У меня обычно всегда бывает 6, 7, 5. Вот так вот. Здесь 1. Сейчас будем тормоза проверять. Нагрузка по осям практически нет. Не одинаковая, 360-320. Левая тормозит лучше, чем правая. Хотя на финальном торможении все один в один. При полном торможении все было абсолютно классно. О, есть, пошел. 95% Очень неплохой показатель. Иногда бывает такое, что новый ставишь, а он уже показывает там 85-80. А здесь 95. Откровенно говоря, я так, чуть-чуть удивлен. То есть, либо они здесь новые стоят. Ну, за 200 тысяч. Ну, и 94 на правом. То есть, тоже 1% износа. Очень хороший показатель. Просто очень хороший показатель. Ну, и здесь сейчас традиционно проверяются сначала тормоза, нагрузка. Да, машина стоит равномерно на этом, потому что 2 по 200. Я понял, он тогда выравнивал автомобиль. И сейчас будет идти нагрузка на торможение. Должна идти. Вот, пошла, пошла. Так, оба споймались, оба нормально. Все, есть, пошли. Зеленая зона. Затягиваем ручник. Ничего себе, даже распечаточка будет. На подобные 100 приезжаешь, то столько чернила закончились, то бумаги нету, то принтер не работает. А здесь, с учетом того, что это за городом, наверное, поток людей небольшой. Здесь еще ничего не сломалось, ничего не задубило, ничего не закончилось. Поэтому, ну, окей, класс. У меня в последний раз такая распечатка была, наверное, в Европе. Вот то, что я помню на своей памяти. Даже на рынок официалом мы заезжали. Они на мониторе показали. Вот, типа, вот видишь, на мониторе все классно. А бумажку не дали, сволочь, потому что у них принтер сломался. Ну, это такое, легкое отступление. А здесь, в богом забытом краю, в бортничах, вот такая штука. Принтер у них работает. Сейчас будут поднимать машину и устраивать я твой дом труба шатал. Сейчас мастер пусть посмотрит. Мы специально заказали полную диагностику для того, чтобы не было таких вариантов, типа, ай, шаровики, вам только подъемник нужен и все остальное. Я сторонник того, чтобы зарабатывали все и всегда. Поэтому сейчас он посмотрит. Ну, заодно и мне на голову капать не будет. А я пока понаблюдаю за процессом. Здесь я понимаю, что со свитом этой камеры нифига видно не будет. Поэтому сейчас он посмотрит и я пойду. Обычно, когда просишь людей изначально, дайте я залезу посмотрю, это из разряда не стой под рукой. Если я найду картинку, есть очень классная в интернете, когда летит в сторону головы гаечные ключики, понючите нас работать или как-то так. Именно по этому принципу я изначально к людям никогда не подхожу. Что, в принципе, не совсем правильно делает наш Александр, в смысле, парень-оператор. Он ходит прямо под над головой, стоит над душой у парня, который проверяет. Ладно, дедушка такой уже пронырливый в возрасте, но я предполагаю, что ему нифига не комфортно. Когда вот так вот ему камеру такой бум, тычет прямо в лицо практически. Заметил одну штуку. Вот когда людей снимаешь на камеру, то практически никто никогда не обманывает. Крайне редко бывает на обмане кого-то ловишь, и то это, как правило, только перекупы. А мастера ни разу не встречал так, чтобы на камеру кто-то кого-то обманывал. Поэтому даже если что-то здесь будет не так, что очень маловероятно, всегда можно предъявить. Откуда люфт найдет, не найдет. Ну, это так. Я ничего не говорил ему, но я сейчас наблюдаю. А потом позадаем вопросы каверзные парню. Дедушки, вернее. Ну, как дедушки. Взрослого мужчине, назовем его так, потому что он не намного старше меня. Вот, но то, что люфт там есть какая-то, то ли рулевая тяга, то ли рулевой наконечник, то ли может быть уже рейка, но что-то там есть. Вот, что именно я еще не знаю, я не смотрел, пока не мешаю. Ну, наблюдаем. Детали. Ну, знаете, тут деколька болтів. Если можно, дайте ключ, я сниму. Не, я вам не дам даже стоять тут под подъемником. Окей, так где давайте зараз что подъемник падает, то мне тюрьма, так что... Так. Турбина с легкими соплями. Де? Вот тут патрубок с этой стороны. Турбина вот вона. Вот турбина. Классно. Ну, вот этот патрубок идет к турбине. Холодная улитка. Я же ничего не путаю. Это патрубок с верхней крышки клапана. Парень-парень масла. Это не с верхней крышки клапана, это с интеркулера. Ну, патрубок в турбину заходит с интеркулером. Да, але в интеркулере заходить еще картер не газный. А все-таки сколько... Ну, я же не прошу бесплатно. Я прошу... Давайте вот тут с этой стороны хотя бы открутим, приспустим. Тут мотор в масле с этой стороны. Я хочу понять, насколько ему больно или тяжело. Родная антикоррозийка, она уже отстает. Вернее, уже отстала. Отбойник умер. Два штуки. Ну, они типа тут еще присутствуют. Но понимаем, что они уже слегка такие мрачноватые. Вторая штука, которая еще не отпала. Вот. Одну сняли. Да, что-то было прикручено. И не обработано. Вот здесь, если не обработать, с нашими солями, к весне будет такая дырка. Ну, конечно, не в кулак, но очень неприятная, я бы так сказал. Так, это снег набитый. Ну, тут я видел, что дергали нормально ручник. Как мы видели, он, кстати, колодки не очень хорошо прилагает. Пока мы сюда доехали, оно не до конца очистилось. Вот так. Ну, днище у него классное. Сейчас закончат снимать защиту. Я залезу снова. Потому как, когда подъемник шеволится, не совсем правильно это делать. Так, ну, откуда, откуда. Ну, так, чтобы мажется, то не мажется. Но потеет где-то, где-то, где-то. Откуда, не вижу. Так, ну, не сверху сама турбина. Холодная, горячая улица у него сухая. Вот верхний патрубок. Ну, то такое дело. Ну, так, чтобы хлистало с мотора, я, в принципе, не вижу. По крайней мере, с правой стороны у него нормальный интерпуль радиатор у него подогнутый. Где-то он бампером цеплялся и погнул радиатор. То есть, понимаем, что для того, чтобы было очень классно и хорошо, эту штуку надо будет поменять. Так, ну, теплообменник у нее живой. Отсюда масло пропускает. Так, и... Ну, да, у нее интеркулер. Я думаю, что пропускает. Это с него и масло и подпускает. То есть, это еще не факт, что с мотора. Потому как где-то какой-то конкретной течи нету, чтобы замыло, нету. Ну, вот подгнутый радиатор интеркулера и с него сопливит. Это... Это факт. Если примется решение о покупке этого автомобиля, то сразу после замены радиатора интеркулера все вот это вот дело, которое в масле, нужно замыть. Для чего это делается? Для того, чтобы посмотреть, а не будет ли там где-то чего-то подтекать, не будет ли там где-то еще чего-то сопливить, для того, чтобы вовремя сразу же на сервисе это дело устранить. Ну как, это делается в несколько этапов. Вешается кулер, катаемся денек-другой, заезжаем на СТО на повторный осмотр и смотрим, потеют ли сальнички, не вытекает ли откуда-то масло. Хотя по характеру напыленности я понимаю, что двигатель после этого будет сухой, потому как оно там ниоткуда, глобально, нигде не течет. Все эти рекомендации я рассказал заказчику и принято решение через несколько дней встретиться в Киеве и поехать оформить сие транспортное средство. Вот так, в общем-то, так, сверху шел на с этой стороны. Отличненько. С этой, с этой тоже сухо, комфортно. Так, ну окей, собираем. Схождение тут нарушено. Требо, если будут обратно машину, то там будут сухо. На развал заехать? На развал. Ага. Весь 7,2, предельно. Предельно, скажите, сзади. Ускажение в норме. Так и люфт на рейце есть на паре сами. Я ловил, как вы еды машинку не чудо. Тут чудо, там начали поездить. На самой рейке или же на... Там есть на паре, а там вот такие люфт, что его так не видно, не чути, когда... Ну, я его сразу почув, когда мы еще не выехали, но я там еще сказал, что тут есть люфт. Ну, то такое дело. А взагалі, какие-то глобальные? Ничего. Ну, то, что интеркуринг подходит, на какой-то сугроб, или что? Зрозумело. Сколько денег, куда платить? Ну, в любом случае, мне все это транслировать надо, Окей, едем в Бортниче свободно, не можете узнать. Утро какого-то там дня, через один, по-моему, не помню. Я уже за это время проездил практически тысячу километров и был в разных местах Украины, но суть не в этом. Значит, вот автомобиль. Сегодня мы его поедем регистрировать. Из-за неприятного. Компания, которая его продает, они договор купли-продажи не выписывают, а обращаются к другой какой-то торговой организации, что, в принципе, несет за собой дополнительные расходы в размере тысячи гривен. Вроде бы и терпимые расходы, но, тем не менее, неправильно это, когда компания, которая продает автомобили, обращается к другой продающей организации для того, чтобы сбить лишнюю тысячу гривен. Типа не жалко, но типа неправильно. Ладно, сейчас будем думать. А вот, в принципе, логическое завершение. Машина оформлена, поехала в сторону родного дома. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Один Автор. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok